МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня я приготовлю жаркое по-кубански и шоколадный попкорн. Все очень просто. Для жаркого по-кубански мне нужна телятина, картошка, лук, морковка, болгарский перец душистый, замечательный помидор, свежий томат, чеснок, зелень и растительное масло. Все, что можно найти у нас на Кубани. И попкорн. Для этого мне нужен всего лишь шоколад. И попкорн готовый, либо можно самому приготовить, взяв просто сушеную кукурузу и обжарив на масле. В первую очередь казан. Ставим на открытый огонь. Не угли, а именно огонь, чтобы дрова под нашим казаном горели. И наливаем растительное масло, чтобы оно максимально раскалилось. Максимальный огонь и 200 грамм один стакан растительного масла. Картошка. Наша красная кубанская картошечка. Нарезаем на четвертинки. Да, я взял картошку поменьше, чтобы она быстрее приготовилась. В первую очередь я до корочки обжарю картошку. Жаркое. Жаркое блюдо общенациональное. У него нет определенной национальности, потому что жаркое готовят в каждой стране. И в каждой стране называют его просто по-разному. А принцип готовки тоже самый. Картошка, мясо и овощи. Картошку небольшими порциями. Примерно по 3-5 карташин. Отправляю в масло. Да, кубанский вариант фри. Это хорошо подмечено. В большом количестве масла, как во фритюре на открытом огне, готовится небольшое количество картошки, благодаря чему температура кипения масла не падает, и картошка будет подрумяниваться, и будет хрустящая корочка. Еще подрежу немножко картошки, потому что сразу всю картошку в масло, конечно же, не отправишь. Если отправить сразу всю, то она начнет выделять очень много сока. Не будет браться корочка, и картошка будет, собственно, в соку вариться. Температура кипения масла упадет, и картошка у нас будет рассыпаться потом на куски. Нам этого не нужно. Нам нужно, чтобы у картошки была корочка. Поэтому небольшими порциями, буквально по 5 карташин, будем обжаривать. Если есть какие-то глазки, то их стоит удалять. Да, буквально 2 минуты в кипящем масле. Картошка с румяной, красивой корочкой. Пока солить ничего не буду, до вкуса доведу уже в самом конце. Пока картошечка жарится, подготовлю телятину. Говядину, телятину. Самое главное, чтобы это была нежная часть. Подойдет вырезка. У меня, например, вырезка. Нарезаю примерно на такие же кусочки, как и картошка, размером. И замариную очень просто. Перец. Соевый соус. И все. И больше не нужно ничего. И хорошенечко поперчить. Как там картошечка? Выглядит шикарно. Картофель по-деревенски. С дымком. Приготовленный на костре. Первый ингредиент нашего жаркового готов. Теперь стоит телятину только хорошенечко перемешать. И так же небольшими порциями отправлю в масло. Да, сейчас обжарю телятину до корочки. Так же достану. И потом начну обжаривать овощи. Мясо обжаривается буквально 2 минуты. Минутку покипело, перемешал. Дело в том, что если мясо не перемешать, то оно может слипнуться и внутри остаться сырым. Через минуту перемешал. Еще одна минута. И снимаю. До полуготовности. Потому что до готовности мясо будет доходить уже вместе с оставшимися овощами и картошкой. Они какой румяный и красивый. Полкило картошки, полкило мяса. Можно заняться уже овощами. Самый твердый овощ, который пойдет у нас в жаркое, это морковь. Поэтому морковь будет дольше готовиться. Соответственно, ее нужно кинуть первой. Мельчить сильно не нужно. Достаточно такую толстую соломочку сделать. Морковь буквально за 3-5 минут станет уже мягкой. Но не потеряет форму до конца приготовления. Не нужно прям ровненькие какие-то формы выдерживать. Кубики, полуколечки, колечки. Это жаркое по-деревенски, жаркое по-кубански. Самое простое деревенское блюдо. Вот как душа лежит, так и нарубить. Разумеется, лучок. Лучок, на мой взгляд, лучше, конечно, полукольцом. Буквально 2-3 луковицы будет вполне достаточно. Чтобы не плакать от лука, лучше всего что-то жевать. Жвачку. Или просто разговаривать. Или готовить на свежем воздухе. Телятинка зажаристая, красивая получается. Разумеется, перчик болгарский не тот перец пластиковый, который везут из Турции. А наш, кубанский. Вот он родной, душистый. Он пахнет. Пахнет летом. Пахнет домом. Я одно время жил далеко. В другой стране. И как-то раз наткнулся на рынке на вот такой вот наш кубанский перчик. Честно, от родного запаха, от запаха дома я аж прослезился. Мне кажется, вот в этом заключается любовь к родине. Родина – это то место, в котором ты родился. И с детства запоминаешь всегда какие-то запахи, какие-то впечатления, которые откладываются в мозгу раз и навсегда. И, встретив в далеком краю какой-то родной запах, ты вспоминаешь те самые детские эмоции, которые невозможно передать словами. И вот именно с таким перчиком, душистым и ароматным, у меня эти эмоции связаны. Я думаю, буквально два перчика будет достаточно. Самое главное, чтобы перчик был без косточки. Нужно его аккуратненько обрезать, чтобы косточки не попали. Вот так вот кубиком, незамысловато. Очень-очень простенько. Итак, говядина готова. В первую очередь отправляю морковку. Буквально через две минуты пойдет болгарский перчик. И подрежу немножко помидорчиков. Причем можно не заморачиваться. Резать прям крупно на вот такие вот крупные кусочки. Таким же примерно размером, как и телятинка. Такого же размера, как картошка. Крупный вот такой вот кубик. Я думаю, три помидора будет вполне достаточно. Морковка подрумянилась. Вот такая вот она золотистая. Пора, значит, отправлять туда перчик. И сразу же поверх него лучок. Ммм, пошел аромат, запах нашего кубанского перца. Одну головку чеснока. Так, на доске чуть-чуть раздавлю, чтобы чеснок пускал сок. И крупненько порублю. Чеснок я буду закидывать в самом конце. И нужно, чтобы чеснок отдал именно свой запах, свой аромат. Вот, раскрылся. Если я сейчас закину, то пока приготовится наше жаркое, чеснок сварится, он станет сладким. Нам этого не нужно. Ну и зеленушку. Петрушка пойдет в самом конце вместе с чесноком. Ее можно просто крупненько порубить. Ну а пока у нас с края уже немножко прогорели дровишки. Жар не сильный. Сделаю десерт. Для этого понадобится всего лишь одна сковорода. Обычный молочный шоколад. Ничего сверхъестественного. Поломаю. И на небольшом огне растоплю. Грамм 300. 300 грамм молочного шоколада. И 150, 100, 120, 150 грамм попкорна. Этот рецепт мне рассказал мой наставник в прошлом, когда я был еще молодым-молодым поваром. И ты знаешь, меня это очень впечатлило. И дало мне такой толчок, стимул развиваться дальше. Если так просто можно приготовить такой замечательный и вкусный десерт, то мне есть еще к чему стремиться. Шоколад начал таять, но еще не растаял до конца. Обыкновенный сладкий попкорн. Досыпаем. И возвращаем на огонь. Тщательно-тщательно перемешиваем. Мы в шоколад не добавляем ни сливки, ни сливочное масло, а только лишь попкорн. И таким образом мы получаем то, что шоколад у нас не останется мягким. Шоколад у нас, буквально постояв полчаса в прохладном месте, застынет. И возьмется цельный, как шоколадка. И потом его можно будет нарезать и просто подать, как десерт. Овощи подрумянились. Стали золотистыми и красивыми. Это значит, что пора отправлять туда мясо и картошку. На природе не всегда бывает жарко. В любом случае, где-нибудь около речки, есть тенечек, есть прохладное место, в котором можно поставить наш попкорн остывать. Он застынет и станет, как пирог. Вот так его можно переложить в мисочку. И в такой миске поставить в тенек буквально на полчаса. После чего перевернуть на тарелку, и он будет, как тортик. На все жаркое. Уже почти поспело. Подсолим немножко соевым соусом. Разумеется, поперчим. Ух, как мне это нравится. Тебе нравится? Мне очень. Перемешать. Обязательно перемешать. Мясо, овощи, картошку. Красиво. Помидоры начнут выделять кислоту. Зелень даст аромат. А чеснок так украсит вкус блюда, что не попробовав, просто нельзя передать словами. Мясо, картошка, овощи практически готовы. Можно смело кидать помидор. Нам осталось все это дело хорошенечко перемешать, чтобы помидор разогрелся, но не успел раствориться, не успел выделить максимум сока и выделить крахмал. На этой стадии смело добавлять чеснок, целую головку рубленого чеснока. Перемешали и снимаем. Вот такое у нас получается замечательно жаркое. Что может быть на природе вкуснее, чем жареная картошка и мясо? Только жареная картошка с мясом. Ну и, конечно же, куда без зелени. Десерт готов. И готово наше замечательное жаркое с молодой кубанской телятины, с нашей местной красной картошечки, с душистым перчиком, специями, чесночком. Я думаю, можно приступать к дегустации. Приятного аппетита! Жаркое по-кубански. Картофель нарезать дольками, обжарить в кипящем масле до золотистой корочки. Телятину нарезать кубиком, замариновать перцем и солью, обжарить в масле. Порезать овощи, также обжарить на сковороде. Добавить картофель, телятину, посолить и поперчить. Перед тем, как снять с огня, добавить помидоры и чеснок, украсить зеленью. Шоколадный попкорн. В сковороде растопить молочный шоколад, добавить попкорн. Тщательно перемешать содержимое. Выложить в пиалу, дать остыть 20-25 минут. Редактор субтитров А.Семкин